Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. Сегодня я хотел бы снять видео, которое посвящаться будет у меня моему новому очередному приобретению. Приобрел я на этот раз для себя прототипную газовую плитку. Весной в этом году ездил на охоту с друзьями и товарищ у меня брал с собой такое приспособление. Я, конечно, был удивлен вообще функциональности этому оборудованию и думаю, я обязательно себе такую же плиточку возьму. Но когда стал в интернете по этим плиткам вообще читать информацию какую-то, я понял, что и бывают плитки с переходником под большие баллоны. Я думаю, буду брать себе в любом случае такую плитку. Искал, искал долго и наткнулся на сайт всеинструменты.ру. Я уверен, что многие знают этот сайт. И там есть плитка. Турист. Вот она ко мне приехала, заказала у них на сайте ее без каких-либо предоплат. Отправили два дня. Эта плитка у меня в горы. Сейчас у нас осенний охот открывается. И я уже буду готов встретить эту охоту с такой плиточкой и готовить, конечно же, какую-то пищу в лесу. Я буду уже на ней. Не надо их там в костер какую-то разводить, потому что в некоторых лесах это делать нельзя. И с такой плиткой я буду чувствовать себя комфортно. Уверен, что кто подписан на мой канал, он обязательно увидит в моих видеороликах, как я буду эту плиту использовать. А теперь давайте мы попробуем ее открыть, посмотреть внешне, оценить вообще преимущество этой плиты. Потому что плита, ребята, по отзыву, просто сказка. Приехала она ко мне в такой упаковке. В магазине мы ее открывать не стали. Я говорю, ребята, в любом случае, буду снимать видеоролик на эту плиту. И на этом видеоролике мы все увидим. Если какие-то будут недостатки, я обязательно этот видеоролик вам покажу. И вы сами все поймете. Дали мне вот такой чек. На сегодняшний день эта плита стоит у них 2600 рублей. Я деньги эти оплатил, все. Приехал в магазин, что-то стал тут копаться. Бюджище говорит, что ты плитку взял. Мы зашли к ним на сайт, и там ценник уже изменился. На сегодняшний день она стоит 2050 рублей. Ценник провалился на 550 рублей. Скорее всего, поступление было старое. Я купил старую плиту. Но ничего страшного в этом нет. Возвращать я ничего не стал. 550 рублей. Не такие уж и большие деньги. Взрываем упаковку. Ну, запечатано. Запечатано. Все шикарно. Плита поставляется в кейсе пластиковом. При транспортировке эта плитка нигде не будет болтаться. По багажнику летать. Не царапаться. Очень удобно хранить и переносить эту плиту в этом кейсе. Помимо плиты заказал сразу же себе газовый баллон. Чтоб можно было на видео эту плитку проверить. Сейчас мы и посмотрим все. Почему взял именно эту модель? Еще раз говорю, что плита комплектуется переходником под большие баллоны. Планирую эту плитку использовать не только в лесу, но и на даче. Плитка в гараже при использовании баллона на 12 килограмм. Обычный пластиковый кейс. Имеются две защелки. Кейс, я бы не сказал, конечно, что крепкий, но я думаю, что пойдет. Защелочки открываются. Плитка лежит вниз головой. Здесь на кейсе есть маркировка, что это плитка. Solaris Plus. Плита газовая, прототивная, модель TS-701. Сразу же вижу инструкцию по эксплуатации. Инструкция по эксплуатации идет у нас на русском языке. Я обязательно перед использованием изучу. Так, смотрим саму плиту. Плита идет вот в таком пакете. Кейс пока уберу в сторону. По отзывам, по отзывам на эту плиту все пишут, что плитка просто фантастическая. Ну вот, я уже вижу, что эта плита намного качественнее, чем у моего товарища. Я уверен, что у меня друг это видео посмотрит и поймет, о чем идет речь. Давайте я попробую приблизить вам эту плитку ближе, посмотрели, чтобы вы ее внешне... Ну а после мы поговорим о ее преимуществах. Везде шовчики, идеальная краска, лакокрасочное покрытие тоже сказочное. Вот она. Здесь и переходничок должен быть. Где-то сейчас мы в плитее в это и посмотрим, чтобы можно было, еще раз говорю, подцеплять ее в баллон. Ножки идут резиновые. На первый взгляд все классно. Так, смотрим отсек под газовый баллон. Баллона здесь нет. Баллона здесь нет. Уверен, что ребята в видео это посмотрят со всех инструментов и поймут, что они баллон мне не дали. Это, конечно, большой минус. Но ничего страшного в этом нет. Я сейчас хожу в соседний магазинчик. У нас баллончиками газовыми торгуют. Мы этот газовый баллон сюда поставим, на эту плиту проверим. В комплектации должен быть переходник под большой баллон. Сейчас мы посмотрим. Так, поверхность снимаем. Да, действительно, переходничок здесь есть. И лежит он вот здесь вот внутри. Переходник с резьбой. С помощью резьбы он накручивается на эту плитку сбоку. И обычным шлангом вы подцепляете эту плитку уже в баллон. Здесь инструкция по эксплуатации также на плите есть. Ну и контактная информация производителя. Везде написано, что производитель, еще раз говорю, Корея. Это тоже мне очень сильно вообще удивило, когда я выбирал эту плитку. Я думаю, китайская плита мне не нужна, возьму лучше корейскую. Корея, так-то, ребята, они реально относятся к своей продукции намного лучше и качественнее. Я это вижу вот на первый взгляд. Нагревательный элемент здесь идет керамический. Это тоже большое преимущество, потому что открытого пламени здесь его нет. То есть уже можно плитку использовать даже на ветру. На каком-то это пламя у нас не задует. Сейчас я пошел за баллоном, баллон вставляю, поджигаем, смотрим. Ну и подводим итоги. Баллон газовый я купил. Купил самый дешевый баллончик, следопыт. Почему взял именно него? Потому что написано, что газ универсальный. Все сезоны эту плитку я буду использовать на осенней охоте. Зимой буду на рыбалке ее использовать, чтобы разогревать какую-то пищу. Не знаю, может быть, тушенку или что. Я взял газ именно универсальный. Так, давайте пробуем этот баллончик вставить в плитку. Так, здесь есть у газового баллона вот такая вот фишечка. На плитке на этой я уже просто по отзывам читал, уже и подготовился к использованию этой плите. Можно все нюансы я учел. Здесь есть вот такой вот флажочек. Этот флажочек должен у вас вставляться вот в эту прорезь на баллоне. Если вы баллон поставите неправильно, у вас эта плита просто не будет работать, потому что здесь стоит предохранительный клапан. Это, я считаю, что тоже очень огромное преимущество. Так, все. Вот этим вот рычажком мы фиксируем этот баллон. Смотрите, я думаю, должно быть видно. Хоп, все. Баллон у нас зафиксирован, крышку можно закрыть. И давайте будем пробовать поджигать. На этой плите стоит у нас пьезо. С помощью пьезы поджигать будет такую плитку и переводить ее в рабочее состояние элементарно. Давайте пробуем. Так. Газ пошел. Я это слышу. Я думаю, вы тоже должны слышать. Сейчас я попробую поднести. Запах газа есть. Сейчас мы доводим до конца. Стоп. Не работает. Сейчас, секунду, ребята. Все онлайн делается. Вот, искра есть. Пламя вспыхнуло. Сейчас нагревательный, керамический элемент, он должен нагреться и покраснеть. Я чувствую, что тепло есть. На камеру, наверное... А, но я вот вижу, что видно тепловые вот эти вот излучения. Газ мы сейчас чуть-чуть убавим. Я думаю, вот так достаточно. Мне самая главная охота посмотреть, как нагреется керамический элемент. Благодаря этому керамическому элементу, те блюда, которые я буду готовить, они будут готовить гораздо быстрее. Потому что поверхность будет, нагрева максимально большая. Преимущество, хотел бы вам сказать, этой плитки. Регулировка подачи газа с помощью вот этого рычажка, она позволяет как разогревать, так и готовить пищу. Это тоже очень, я так считаю, что удобная штука. Она есть, конечно, на каждой плите. Но об этом тоже нужно поговорить. Покрытие из хрома уменьшает износа и обеспечивает долгий срок службы этой плиты. Потому что вот эта вот поверхность, самая основная, куда может при приготовлении пищи водичка попадать, потому что она не будет ржаветь. Плита у вас будет всегда чистая. Но я свое оборудование всегда люблю. И после использования всегда, конечно же, его протираю. Я уверен, что эта плита будет служить мне долгие годы и будет всегда у меня идеальной. Предохранительный клапан еще, ребята, на этой плите есть от избыточного давления. Это, конечно же, гарантирует безопасность использования. Защита от неправильной установки баллона. Я вам это уже сказал. На многих плитах этого нет. Ну и фишка еще одна этой плиты, это низкое выделение угарного газа, которое позволяет использовать это в плиту даже в помещении, где-то в палатке. Не только для приготовления пищи, но и для обогрева. Но после того, как в палаточке вы температуру создадите, ту, которая вам нужна, комфортно, вы можете этот газ убавить максимально, как можно меньше и спокойно греться. И открыть немножко отверстие какое-то у вас в палатке, чтобы этот угарный газ, который все равно в любом случае от этой плиты есть, он выходил. И тем самым, допустим, переночевать даже в холодную погоду, осень. На охоте я уверен, что мы этой плиткой также будем пользоваться, потому что от нее я руку подставляю, ну реально тепло. Также на этой плите есть система предотвращения утечки газа. Это тоже меня подполкнуло приобрести именно эту плиту. Ну и наличие, еще раз говорю, пьезы для облегчения использования. Отваливайтесь по ссылке, которую я оставлю в описании на этот интернет-магазин и заказывайте. Вам всем большое спасибо за просмотр. Если видео мое понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Уверен, что на моем канале будет еще очень много видео. А сейчас мы включаем максимальный нагрев. Я хочу вам показать, как нагревается керамический элемент на этой плите. В виде газ на максимуме. Элемент вот краснющий. Жара, просто жесть. Я доволен своей покупкой. Всем пока.